В эфире новости коротко о главном студии Айгульмукей. Здравствуйте! Сегодня на станцию Сарагаш Туркестанской области прибыли 56 вагонов и 15 микроавтобусов гуманитарной помощи из Таджикистана. Она предназначена для жителей подтопленных регионов. Казахстанцы организовали торжественную, но в то же время очень душевную встречу. Эмоции и благодарность казахстанцев были очень искренними. Таджикских друзей встречали вице-министр МЧС Батырбек Абдышев, заместитель Акима области Бисинбай Тажбаев, представители Таджикского этнокультурного центра Ассамблеи народа Казахстана и жители района. В ближайшие дни груз будет доставлен по назначению. Между тем, в Западно-Казахстанской области сохраняется сложная паводковая ситуация. Пришла вторая волна. В регионе находится министр Чингисаринов. Вода, идущая из Оренбургской области России, проходит через реку Жаеха и направляется в Каспий. Есть угрозы затопления более 80 населенных пунктов и микрорайонов областного центра. Более трех тысяч дачных домов уже подтопило. Сейчас уровень воды в Жаеке составляет больше 8 метров. Он достиг опасной отметки, отмечает местные власти. Идет эвакуация людей. Ко второй волне готовится и на севере страны. Уровень воды из Сергеевского до хранилища повышается. В настоящее время оно заполнено на 166%. Перелив через гребень дамбы составляет 3 метра 48 сантиметров. Напомню, что сегодня оперативный штаб МЧС сообщил, что в центре и на севере ситуация с паводками стабилизируется. Оказывается, медицинская и психологическая помощь населению, эвакуированному из Казалжарского района и города Петропавловска. Более 700 человек вернулись домой, в том числе 200 детей. Еще эвакуированными остаются более 13 тысяч человек. На сегодняшний день ведется подготовка ко второй волне паводков. Сегодня в городе Адбасар Акмолинской области проводили домой участников ликвидации паводков. Благодаря слаженной совместной работе спасателей, волонтеров, полицейских и местных жителей в области, и в частности в городе Адбасар, было предотвращено подтопление 2000 жилых домов в 95 населенных пунктах. В регионе было построено 45 километров защитных дамб. Эти меры позволили минимизировать ущерб пострадавшим от большой воды. «Мы были командированы сюда на период паводков. Наша задача – это следить за здоровьем спасателей, местных жителей, а если потребуется, то оказывать экстренную помощь. А так следили за давлением, мерили температуру, чтобы не простыли. Ведь по пояс в воде работали ребята по много часов. Но еще помогали нашим ребятам и местным жителям». А в центре Акмолинской области, городе Кукшитау, пострадавшие от паводков уже получают новое жилье. Квартиры семьи выбирали сами, а оплачивало покупку государство. Среди первых новоселов – семьи Копаровых и Никулиных. К примеру, Сауле Копаровой, которая воспитывает четырех детей, досталась трехкомнатная квартира. В местном Акимате отметили, что 174 семьи уже получили единовременную компенсацию по 369 тысяч тенге. А специальная комиссия вынесла решение о возмещении 12 семьям материального ущерба на сумму в более 8 миллионов тенге. «Вода была в доме, у меня вся мебель, все ушло под воду. Ну, конечно же, эта помощь, президент как обещал, он так и все, как бы свои обещания выполнил. Помогли, всем большой рахмет, все поддержали и с работы, и коллеги, и подруги, и все-все-все. Очень немаловажна, конечно, помощь всех, сколько благотворительных фондов, сколько все со всех сторон мне помогали. Всем большое спасибо, хотела выразить благодарность, во-первых, президенту». Махсут Нарикпаев Юниверсити выделил 10 грантов студентам из регионов, пострадавших от паводков. Для этого претендентам нужно будет предоставить справку о месте рождения, написать мотивационное письмо, ну а комиссия, в свою очередь, обратит внимание на успеваемость претендентов. Отмечу, это не первая помощь, которую оказывает университет пострадавшим от половодия. ВУЗ перевел деньги в благотворительные фонды, а студенты провели благотворительную ярмарку и направили гуманитарную помощь в Кустанайскую и Атыраусскую области. И наш выпуск на этом завершен. До встречи в эфире на следующей неделе. Я желаю нам всем только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин